всем привет ну что ж ребята и девчата возвращаемся к делу да перечитал комментарии огромнейшее спасибо всем вам я впечатлен вашими отзывами вашими благодарностями и также вопросами которые вы пишете ну что ж я возвращаюсь так скажем к работе и потихонечку буду входить в ритм значит сегодня я отвечу на одно очень интересное письмо значит месседж который мне написал олег гритцов гритцов критцев не знаю как правильно по-русски читается значит человек написал мне просмотрев несколько видео и давайте я прочитаю в этом месседже очень много вопросов очень много поэтому я хочу чтобы вы послушали я думаю вы найдете для себя интересные вопросы и я постараюсь ответить пусть владимир лучше расскажет как приехать в америку но об этом я рассказываю да рассказываю как приехать в америку какие есть пути в некоторых видео я об этом говорил сейчас все усложняется гайки наше правительство подкручивает особенно для того чтобы нелегалы не приезжали плюс есть страны которые находятся в черном списке и этот список был составлен по количеству людей которые приехав как туристы пытались остаться или остались здесь на для того чтобы получить легализацию поэтому есть такие страны и из них очень довольно сложно получить визу чтобы приехать в общем не поленитесь посмотрите вы там найдете ответы получить льготное жилье в два раза дешевле от местной хаузинг компании субсидированные ну ребят хаузинг это есть субсидированное государством жилье для малоимущих для тех как для стариков для пенсионеров для тех кто не имеет достаточно дохода и рассчитана вот эта программа государственная значит она называется хаузинг или секшен эйд есть еще такая восьмая программа на них надо становиться в очередь квартиры обычно не в самых лучших районах вот но восьмая программа я об этом говорил у меня есть люди которые арендуют у меня жилье и они по восьмой программе часть денег оплачивает государство и там небольшую сумму они доплачивают потому что государство всегда дает ниже рыночной стоимости вот поэтому вы должны в вашем штате изучить существование различных жилищных программ узнать об этом и встать на очередь и если вы подходите под какую-то из этих программ вы можете получить такую дешевую квартиру но там государство всегда делают очень жесткие границы там довольно таки сложно получить если у вас доход есть и большой доход есть который переходит вот тот уровень установленный государством я знаю что люди есть немножечко все время в напряжении пытаются зарабатывать только столько сколько разрешено государством чтобы с этой программы не слететь или чтобы ее получить окей идем дальше и деньги от государства при въезде на первое время то есть помощь значит ребят просто так никто деньги не дает если вы приезжаете легально получив какой-то определенный статус государства и идете в государственную организацию есть такая welfare все знают в америке живущие обращаются туда за помощью показывают что у них нет никакого дохода и там на главу семьи и на жену дают определенное количество денег в разных штатах по разному в богатых штатах дают больше в маленьких бедных штатах я даже не знаю есть такое или нет но во всяком случае человек живет в калифорнии и он написал мне из калифорнии забегая вперед хочу сказать калифорнии в оригоне вашингтоне такие программы есть и когда вы обращаетесь на welfare социальный работник проверив установив что у вас нет дохода вам на вас и на ваших детей дают определенную сумму денег и эти деньги не даются наличкой а ежемесячно на вашу карточку которую делают она похожа на кредитную карточку делают перевод и кроме этого вам дают так называемые фуд стемпы продуктовые купоны эти купоны вы можете оттоваривать в обмен на продукты почти во всех магазинах единственное я говорил об этом что нельзя на купить в магазинах это полуфабрикаты нельзя ходить в рестораны нельзя покупать алкоголь табак и ну и какие то там еще есть ограничения то есть они об этом вас уведомляют значит помощь да можно получать какую-то помощь вот не знаю насчет сим-карты для телефона возможно это есть если вы там стоите на программах чтобы учиться языку профессии возможно возможно государство дает какие-то сим-карты потом дает льготы на utilities здесь написано утилиты детей на детей на медицину и так далее все это входит в пакет если вы легально въехали и получаете и идете обращаетесь в государственную организацию они вас ставят на учет и ежемесячно вам помогают значит есть также другие благотворительные организации не государственные они работают на гранты государственные они также оказывают много различную помощь это и поиск работы и поиск детского сада и ну огромное количество я даже сейчас затрудняюсь все перечислить но очень много помощи оказывается именно легальным легально въехавшим людям дальше читаю и как быть low income не платить много налогов и в то же время оставлять себе 200 тыс 300 тысяч в год на человека чистыми но это немножко и серии фантастики и и вот это как раз такое имеет место быть когда люди находятся на различных государственных программах как low income как люди которые имеют маленькие доходы и не платить много налогов они по умолчанию не могут платить много налогов потому что они low income потому что они получают мало денег и значит и они платят налоги в конце года но так как у них возможно большая семья там трое четверо пятеро семеро детей то на каждого ребенка еще дается возврат и в таком случае человек который заплатил какие-то деньги он возвращается еще с плюсом это уже чистый так сказать бизнес а вот на счет 200 300 тысяч год чтобы откладывать чистыми на человека это просто нереально я знаю что я рассказывать подробности не буду но я знаю что есть люди которые сидят на государственных программах обманывают государство в это время на кеш на наличную работают и так ему не указывают это в декларации налогов и таким образом они собирают какие-то деньги я не знаю насчет 200 300 тысяч но что-то они зарабатывают но они нарушают государственный закон это неправильно это абсолютно неправильно по закону если такие люди попадутся то кто-то застучит или проверят вас узнают об этом потому что работодатель тоже должен указывать тем кому он платит чек или кеш и если за попадется работодатели вы и вы попадете то вам за все время там такие проценты включат что вы будете не рады возможно даже попадете в тюрьму поэтому я вам не рекомендую подобными вещами заниматься это неправильно не перед государством не чисто по человечески по совести не перед богом это самое главное поэтому эти люди они нарушают все мыслимые и немыслимые законы вот пойдем дальше есть же программы в америке много но вот только почему то о них все блогеры тихо молчат ну потому что многие блогеры этого не знаю они я допустим на в эфире был только три месяца когда приехал в америку потом пошел работать и я общаясь с людьми только узнавал о том что существует много программ я даже смеялся что у нас один человек помощь даже на мыло получал он настолько пронерливый был что узнал все ходы и выходы и он выкачивал с государства все что он мог он получил он собирался идти на работу ему дали деньги на компьютер он купил хороший компьютер он много чего получил какой помощи поэтому да блогеры просто могут не знать этого окей все в америке знают что государство не хочет помогать беженцам и тунеядцам из мексики стран третьего мира но нормальные люди эти могут пользоваться я живу и подрабатываю в сакраменто сейчас ждем ответа и обзор я это делаю в данный момент и я вам скажу что для легальных эмигрантов до государства есть программы расчеты деньги выделены и в рамках закона все это делается я понимаю подработать в начале там человек когда только приехал еще документы в процессе ему кто-то там дал какую-то тысячу подработать я считаю чисто по-человечески это нормально это небольшие потери для государства но когда человек устроился уселся на вэлфер качает со всех дыр все что можно и плюс при этом обманывает государство и зарабатывает деньги иногда большие деньги и складывает это все под матрас я считаю что это преступление это неправильно и второе люди которые подвисают вот таком состоянии они никогда не могут разбогатеть потому что они постоянно балансируют на грани и всегда балансируют на на грани закона потом когда они захотят купить дом и невозможно легализовать деньги это большая правда проблема вытащить их из матраса из банки там стеклянный и доказать понимаете десять тысяч если вы приносите в банк клерк обязан на вас заявить в арс в налоговую что такой-то человек принес десять тысяч для того чтобы легализовать это очень сложно очень опасно и вы можете попасть в проблемы поэтому законы вы должны изучать знать легально все что можно получать но как только вы перешагиваете эту линию пожалуйста идите просто работайте зарабатывайте огромные деньги и в следующем видео я расскажу как зарабатывать большие деньги вот лично я сейчас готовил мой дом к продаже и я оплачивал людям которые у меня работали я вам расскажу сколько стоит какая работа ну а теперь как всегда всем хорошего настроения здоровичка божьих благословений берегите себя и не нарушайте не божьи законы не человеческие не государственные god bless you all спасибо